Агроном в каждый дом. Начинается посевной сезон. Мы уже высеяли перцы, баклажаны, томаты для теплиц необогреваемых. А также в этот период, в феврале месяца, можно высевать семена сельдерея корневого. У листового сельдерея пищу используются листья. У черешкового сочные черешки и листья. А вот у корневого сельдерея используются пищу листья и ценный корнеплод. Светло-коричневого цвета, мякоть у него белая. Снизу корнеплода такая бородка, говорят, на разрезе белого цвета. Он обладает ценными питательными свойствами, а также лечебными свойствами. Корневой сельдерей имеет длинный вегетационный период. И его в нашей зоне выращивают только через рассаду. Продолжительность вегетационного периода составляет до 180 дней с момента появления всхода. Поэтому семена на рассаду высевают 1-2 декаде февраля. Для начала мы подготовим почвенную смесь. Для этого мы берем вот такую зерновую почву. Пол горшочка я буду высыпать. Затем я высыпаю целый горшок. Вот у меня такой перегной. Это получается 1-2. И еще пол горшочка торфа. Получается у нас такая почвенная смесь. 1 часть зерновой земли и 3 части или торфа компоста или перегноя. Или мы берем 1 часть зерновой земли, 2 части перегноя и 1 часть торфа. И для разрыхления мы добавляем 1 пятую песка. Все это тщательно перемешиваем. Мы берем для посева в основном такие ящики. Здесь у нас нет отверстий для слива воды, поэтому на дно мы насыпем песок или можно гальку, крупные комочки земли. И затем сверху мы сыпем нашу подготовленную почвенную смесь. Почвенная смесь готовится за 2 дня до посева семян. После того, как мы подготовили, поливаем горячим раствором марганцовки. Через сутки мы можем нашу почву пролить каким-то фунгицидом от грибковых заболеваний. Проходят сутки. И теперь мы можем готовить ее по севу. Для этого мы ее опять перемешиваем, добавляем немного золы, где-то на килограмм почвенной смеси, столовая ложка. И тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Почву я разровняла. Теперь поверхность выравниваю. Семена сельдерея считаются очень мелкие. В одном грамме семян содержится от 1 до 2 тысяч штук. В состав семян входят эфирные масла, которые задерживают появление всходов. И семена сельдерея можно хранить для посева только 1 или 2 года. Перед посевом семена можно на сутки замочить в воде или добавить регулятор роста. Так как семена у нас мелкие, чтобы их высеять равномерно на поверхности почвы, а высеваются они только по поверхности почвы, не заделываются, мы можем смешать их с песком. По поверхности почвы. Если бы у нас был бы на улице снег, то можно было бы по снегу высевать семена или посеять семена, а сверху присыпать снегом. Снег растает и семена как бы немножко вдавливаются в почву. Но мы можем сверху просто немножко порушать водой с регулятором роста. И обратите внимание, что почва в ящике также насыпана не до верха, а чтобы от края где-то было от полутора до двух сантиметров. Семена сельдерея прорастают на свету, поэтому укрывать укрывным материалом их нежелательно. А лучше положить стекло или можно пищевой пленкой укрыть. Вот так укрываем и ставим светлое, теплое место. Температура для появления всходов сельдерея должна составлять не ниже 25 градусов, 27 даже градусов. При такой температуре всходы сельдерея могут появиться на пятой, а иногда если семена потеряли немножко всхожесть после второго года хранения, тогда всходы могут появиться на 20 день. Как только всходы появятся, мы будем пленку приоткрывать, а стекло просто можем приподнять, положить сюда какие-то вот такие палочки. Также ежедневно мы должны следить за ящиком, проветривать, иначе может собираться конденсат и может где-то образовываться поверхность с плесенью.